Час спидвейный теннис Мой выезд на Украину, подписание контракта, то ли замучилось, то ли что, я не знаю. Получалось хуже почему-то. По идее должно быть наоборот, потому что наката больше, а получилось по-другому наоборот. Тем не менее, были у Дениса и достижения. Например, вместе с Максимом Лобзенко он выиграл юниорский кубок пар. Конечно, хотелось бы за родной клуб выступать больше, говорит Денис. А вот его одноклубник Андрей Кудряшов на это не жалуется. Его балаковские болельщики на треке видели часто. Андрей в составе юниорской сборной стал чемпионом мира, в составе СК Турбина чемпионом страны. В России все сложилось удачно, подводит итог гонщик. А вот в первой польской лиге, где он выступал за Грудзеонс, все пошло не так. Были и личные проблемы, и технические. Будут проблемы у меня с подписанием клуба, потому что не удался мне там всегда, могу даже так сказать, в польской лиге. И клубы не заинтересованы мной. Ну, я сейчас в зиму буду искать себе клуб подходящий. Думаю, что получится, найду, и все будет хорошо. Я очень эмоциональный, и когда у меня не получается, я падаю в себе немножко. Потом, когда получится гонка, я сразу поднимаюсь, и у меня получается. У меня, да, есть немножко такое. Надо работать с психологом, как мне много говорили. И не с таким, это не смешно, которым просто там что-то у кого-то, а с таким спортивным. Мне в Польше предлагали, чтобы я обратился к психологу, с спортивным пообщался, потому что все гонщики, и Петр Протасевич, и многие гонщики вообще такие знаменитые, ходят к психологу, работают с ними. Я как-то немножко постеснялся, заулыбался и сказал, что я не пойду. Почему заулыбался? Ну, немножко еще, не знаю. Принято? Как? Ну, для меня это было как-то дико слышать, что мне просто сказали обратиться к психологу. Я немножко это, растерялся. А на самом деле, потом уже поговорил с гонщиками и сказал, что это нормально, когда гонщик ходит и советуется, ему рассказывают о проблемах. И потом даже получается, что человек верит в себя, и у него все получается, психолог очень много дает. Андрей понимает, подписать контракт во второй польской лиге, значит, сделать шаг назад. В первой лиге есть чему учиться, говорит гонщик, во второй нет. Впереди у юниоров и взрослых спортсменов из Катурбина межсезонка. Время немного отдохнуть и определиться с планами на будущий сезон. Гонщики из Катурбина неделю назад вернулись из Владивостока. Там они, напомню, приняли участие в финале личного чемпионата России среди взрослых, а также провели встречу с местным клубом в рамках командного чемпионата страны. Гонку проиграли, а чемпионат в целом выиграли. По возвращении с главным тренером Турбина Олегом Волоховым мы записали большое интервью. Это сейчас Олег Волохов спокоен и улыбчив. Неделю назад во Владивостоке в его сердце кипел огонь, а в глазах читалось волнение. О событиях, которые произошли под занавес сезона, он рассказывает в хронологической последовательности. Итак, 16 октября, Владивосток. Финал личного чемпионата России среди взрослых. Напомним, таких финалов в прошлом году было три. Победителем нынешнего, единственного, стал Артем Лагута. На турнир оставил довольно противоречивое впечатление. Я считаю, что это наихудший чемпионат России, который был, и я его видел. Во-первых, там некрасиво поступили, в первую очередь, воздостокские гонщики. Просили этот финал, и в итоге сами же на него и не поехали. И получилось так, что финал этот был проведен только благодаря Мегаваде и Балакову. Наибольшее количество гонщиков было от нас. С этой стороны, как бы, ну, не совсем красиво поступили. Другая сторона, то, что на эту гонку, как бы, чтобы не дать нам поездить нормально и прикататься к этой дороге, его перед тренировкой вообще испортили все. И тренировка прошла так, что отказывались все ездить. И я также ходил к главному судье и говорил, что если не подготовится дорожка, мы не поедем. Потому что у нас впереди более важная гонка, чем вот этот вот никчемный финал, который вы больше никак не назовешь. Скорее всего, он, наверное, был больше похож на финал юниорский, чем на взрослый. Ну, и в конце концов, они подготовили дорожку. И как бы гонка это состоялось, провели его. Ну, и зрители также остались очень недовольны таким соревнованием. Все-таки ждут на финал, ждут имена. А их, как видите, в этот раз не было. Так не делается в спорте. Вот Столяров, он, это не делается так в спорте. Ну, а если нам поступать, они у себя дома едут, что нам нужно было сделать? Мне, значит, нужно было вообще юниоров не пускать туда. Тоже беречь всех для той гонки. Зачем тогда вы берете такой финал и откладывали на такой поздний срок? Во-первых, я говорю, что дорожка отвратительная была. Ну, как бы для всех она одинаковая, я согласен там. Но, тем не менее, перед такой ответственной гонкой, естественно, и я своим спортсменам сказал, что рисковать там особо не стоит. Поездите, прикатайтесь к траектории, и на этом все. А Эмиля с Эфизиным причин не было в этом соревновании? Вы же тоже были вне каждой? А не было тоже по той причине, что первый отказ от этого финала сделал это Гриша Лагута. Он сказал, что не поедет. Но раз поступают так местно, зачем нужно ехать Эмилю? Эмиль также отказался, хотя он не горел особым желанием ехать на этот финал. Кстати, во взрослом личном финале не принял участие еще один ведущий российский гонщик Денис Гизатуллин. Ну, Денису ему как бы надо отдохнуть. У него довольно-таки неудачный этот сезон. И он сам в себе не уверен. Состав его на гонку с Востоком не планировали ставить. А везти для того, чтобы он отъездил в личный финал, то это слишком дорого. И ни к чему. Как бы, насколько я знаю, что Денис нашел в Октябрьском и спонсоров. И собирался вроде ехать. И Шайхулин мне звонил, можно или нельзя. Я сказал ему, что можно. Но, тем не менее, я говорю, что он не уверен в себе, в своем выступлении. И он не поехал просто-напросто туда. То есть, этот сезон его как бы морально не удалил? Ну, что-то есть такое. Не может. И он сам разобраться. Мы на эту тему сколько раз беседовали. Как бы, к советам он не прислушивается особо. И ничего у него пока что не получается. Ну, что здесь сказать. Ну, я думаю, болельщики сами понимают, что все-таки подрастает наша молодежь. И результаты показывают не хуже Дениса, а в некоторых гонках еще и лучше. И здесь как бы, ну, я понимаю, что имя есть там такое отъездило. Но молодежь на самом деле уже едет лучше его. И зачем тогда ставить кого-то там? Пытались мы ставить его и в основной состав на гонки, но в итоге все равно ехали за него и не оры. Это взять точно так же и Тольятти там. И за сезон у него было таких гонок очень много. За исключением там тех слабых гонок, которые с Октябрьским, допустим, или с Салаватом. Да, тут он какие-то очки привозил. А те гонки, которые более сложные, от него нет результата. Что касается выступления Бочелора, я бы не сказал, что оно слабое. Это Столяров, я не знаю, ну, взять хотя бы те же гонки, если он смотрит, в польской лиге. Бочелор также едет там, как и ехал в Владивостоке. Он может приехать первым, он может приехать последним. Это постоянство у него такое. То, что он плохо проехал, я бы этого не сказал. Он проехал очень хорошо. И набрал там, сколько он, 8 или 9 очков. Я считаю, это нормальный результат. Не такой уж он великий легионер, чтобы вести там 15 очков. И как бы я уже говорил, и вот с Проташевичем разговаривал. Прошли те времена, когда они сюда приезжали и легко там привозили эти 15-18 очков. Вот лично Проташевич после гонки с Востоком здесь у нас сказал, что да, здесь, чтобы сейчас набрать 10 очков, приходится попотеть. Ну, какой-то определенный уровень, наверное, ведущих наших гонщиков все равно есть. И они и в польской лиге, и на мировом уровне, в шведских лигах довольно-таки ровно едут и не уступают никому. Некоторые болельщики считают, что СК Турбина мог выиграть гонку во Владивостоке, если бы тренер в девятом заезде поставил Эмилиса и Фудинова в качестве Джокера. Напомним, право заявить одного из гонщиков в этом качестве дается клубу в случае, если он отстает на 6 очков. Разница в счете на тот момент во Владивостоке была как раз таковой – 27-21. Но Джокера не было. Олег Волохов пояснил. Двойное количество его еще привести надо. Болельщики, они судят, как бы я уже объяснял, по результату гонки. А когда находишься на гонке и перед этим, все это решалось сообща. И решили мы там, конечно, проигрывали много, мы решили этот заезд проехать чуть-чуть попозже. Хотя вот у нас каждый год, и каждый год у нас меняются таблицы. То Джокера выдумают, то юниоры уберут. А каждая таблица, она как бы привыкаешь к ней, работаешь по ней. Я в этом году Джокера, допустим, ну и не пользовался им. Сейчас вот после этой гонки, могу сказать, что мы бы могли и выиграть, если бы Эмиль поехал тот заезд. Но опять же я говорю, что заезд был довольно-таки сильный. У него одна возможность была, и ехал как бы Бочелор и Лагута в этом заезде. Тоже просто так Джокера запустить, чтобы он там привез. Ну да, так и получается. Я говорю, что Джокера выпускать нужно увидеть езду там тех же спортсменов, как они едут и что-то. Хотели выпустить Джокера как бы и Чалова в юниорском заезде. Ну, я от этого отказался, что все-таки слабоватый у него старт там был на том треке. Поэтому хорошо, конечно, что когда результат, знаешь, что Эмиль выиграл этот заезд с Бочелором и Лагутой. Вот бы надо быть Джокером. Но неизвестно, как до этого все будет. Джокер выпускается тоже как бы не для болельщиков, а надо, чтобы он привез свои очки, которые планируются. Ну и как бы здесь то, что вроде бы начало гонки, я говорю, тяжело настроить очень двигатель там. На финале мы ездили, одна дорожка была, на гонке была совсем другая. Также и Рома Павлажный тяжело настраивался на это. Ну и после каждой серии заездов мы собирались, друг друга поддерживали и как бы не падали духом, что в итоге мы все-таки сравняли эту гонку. В Тольятти Соливан был удивлен, что его какой-то юниор объехал и так далеко еще уехал. У него закрались сомнения, и он эти сомнения начал высказывать. Поэтому здесь решает там, конечно, по результату, и как бы это при проигрыше, это какая-то зацепка есть своя. А на самом деле, если так будет, то эти очки, которые спортсмен набрал, они аннулируются. Есть такие подозрения, именно они касаются Владивостока. Это уже не первый год. Ну, такие вещи надо делать, и вещи такие делали, и у Гриши там и в Польше, и в Швеции открывали двигателя. Ну, есть подозрения у тренеров, там, у руководителей команд, что я не могу сказать там на тот же Салават или на кого-то, но есть подозрения такое на Владивосток, что как бы там мотоциклы эти делаются, кубатуры побольше. Есть такая возможность сделать, и нужно когда-то это было начинать, но Кургускин решил, что мы этим занимаемся, поэтому решил проверить, здесь ничего такого нету. Это, я считаю, нормально. На следующий год, может быть, этого будет и больше. Серьезно? Ну, а больше никак нельзя. Нужно убедиться в этом, если сомневаешься. Хотя это и дорого, но тем не менее. А почему дорого? Ну, потому что есть определенные такие там цены, за которые это 5 тысяч стоит протест, чтобы подать рублей, и 15 тысяч вскрытия мотора, и 20 тысяч, допустим, отдать за то, чтобы проверить этот двигатель, он оказался нормальный. Здесь тоже руководство за это по голове не погладит, правильно? Если не получилось. Так что, ничего, и Кургускин настаивал его в Владивостоке, чтобы мы повскрывали его в Владивостоке двигателя. Ну, здесь еще много недоработок во всем этом. Здесь нужно все это правильно делать. Вскрывает двигатель механик, допустим, у того же Чалова механик Тольятинский. Что он там намеряет и как, неизвестно. Хотя и присутствует тоже. Может быть, приборы свои там какие-то другие принести. Или что, тут надо все обговаривать. Решили, это можно сделать. А как это сделать правильно? Вот этого никто не знает. То есть, если подаешь протест, они не имеют права отказаться. Но, как правило, здесь судьи техкомиссии, всегда местные они. Переписывают двигателя, тот же двигатель, можно переписать номер, а ездить на другом совсем. Судья скажет, извините, я ошибся, и ты ему ничего не сделаешь. Он скажет, вот какой двигатель записан, такой и вскрывайте. Тут много всяких там мелочей, по которым можно отказаться, если даже у тебя двигатель такой на самом деле есть. И можно там навыдумывать, чего ходить. В целом сезоном Олег Волохов доволен. Да и может ли быть иначе, если Турбина – чемпион, если Балаковские юниоры в составе сборной страны – чемпионы Европы и мира. Возможно, это лучший сезон в его тренерской карьере. Продолжение следует... Продолжение следует...